МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Губерния 33 продолжает программу на всю Владимирскую в студии Борис Пучков. Здравствуйте! Буквально на днях во Владимирской области прошли Дни открытых дверей в специальных учреждениях Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний. Участие в них приняли журналисты, общественники и даже студенты. Об этом и не только мы поговорим сегодня с заместителем начальника Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний России по Владимирской области Алексеем Чудином. Алексей Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Поправьте меня, если я не прав, но, по-моему, эти Дни открытых дверей прошли 4 и 5 сентября. Расскажите об этом поподробнее, как это проходило и в чем заключался. Совершенно верно. Стартовала данная акция 4 и 5 сентября. Цель акции проводит Федеральная служба исполнения наказания России, которая провела данную масштабную акцию. Прежде всего она приурочена к 200-летию издания указа императора Александра I о создании этапов на пути в Сибирь. Данная акция проходит в 6 регионах Российской Федерации. Стартовала она во Владимирской области, но она также захватывает и другие области, в частности Омскую область, Томскую область, Республику Татарстан, Удмуртскую республику, Красноярском крае. Но стартовала данная акция во Владимирской области. Цель, которую преследует данная акция Федеральная служба исполнения наказания, это ознакомление с развитием системы исполнения наказания в России, начиная от истории, от каторги и монастырской тюрьмы до современных исправительных учреждений. Для этого была проделана масштабная работа, это и интерактивные лекции, экскурсии, посещение исторических мест и современных исправительных учреждений. Насколько сложна была подготовка к этому мероприятию? Как она проходила? Были ли какие-то сложности, трудности? Ежегодно проходят такие дни или нет? Ну, данная акция, на моей памяти, она впервые проводится, значит, масштаб данной акции, потому что все-таки она охватывает шесть регионов Российской Федерации. Цель, конечно же, скажем так, экскурс от истории, значит, Сибирского тракта, рассказ об этом и, как я уже сказал, до современных исправительных учреждений. Но данная акция проводится впервые. Алексей Владимирович, почему именно с Владимирской области стартовала эта всероссийская акция, это мероприятие? Ну, это не просто так было сделано, потому что все-таки регионом, где стартовала акция Владимирская область, стало не просто так. Потому что самой обжитой и цивилизованной частью Сибирского тракта была так называемая дорога Владимирка, печально знаменитая дорога Владимирка. Партии пересыльных выходили из Москвы утром каждый понедельник. В нашей губернии эта дорога проходила через Покров, Владимир, Ковров и Гороховец. Еще одна причина, по которой всероссийская акция пошла по Владимирской области, это возможность наглядно проследить, как менялась тюремная система. Именно поэтому начальной точкой стал музейная экспозиция в Спасо-Ефимьевом монастыре, где в 1766 году была создана тюрьма для безумствующих колодников. Потом она стала, позже она стала арестантской ротой, лагерь для военно-пленных, тюрьма там была создана, в том числе и была воспитательная трудовая колония для несовершеннолетних. Александр Ильич, вы имеете в виду специальную тюрьму особого назначения, которая находилась в Спасо-Ефимьевом монастыре в Суздале? Да, позже она там была сделана. А изначально была тюрьма для так называемых безумствующих колодников, там создана. Сама акция стартовала оттуда. Потом, значит, в этот же день проходила в тюрьме номер 2 в Владимирском Централе, где также гости могли познакомиться и с музеем, и с современным положением дел в данном исправительном учреждении. Александр Ильич, кто стал участником акции, кто в ней принимал участие? Я знаю, что там были общественники, студенты. Расскажите об этом подробнее. Мы постарались пригласить тех, кому наша система, наши проблемы не просто интересны, но прежде всего небезразличны. Разумеется, в первую очередь это были средства массовой информации. Мы, конечно, хотим их поблагодарить за ту объективную оценку, которую они дали. Среди тех, кто в течение двух дней знакомился с историей нашей системы и ее сегодняшним днем, были представители областного законодательного собрания, общественные палаты, торгово-промышленные палаты, Владимирского госуниверситета. Ответили на наши приглашения и члены общественной наблюдательной комиссии, также были их представители, общественного совета при УФСИН России по Владимирской области. Эти люди не раз бывали в местах лишения свободы, посещали, но мы все-таки хотели показать им нашу систему под другим углом, через призму исторического развития, скажем так. Александр Ильич, вы уже сказали, какие объекты были показаны в Спас-Эфиме монастыре, в Владимирском централе. Почему именно эти два объекта были выбраны? Какова цель была? Ну, здесь изначально, как я уже сказал, был все-таки... Это связано с Владимиркой, с этапами, да, насколько я понимаю? Совершенно верно. И все-таки исторические аспекты развития уголовно-исполнительной системы, вот эти два направления, Спас-Эфиме монастырь, как я сказал, Владимирский централ, они очень наглядно подчеркивают историю создания, развития уголовно-исполнительной системы. При Владимирском исправительном учреждении Т-2 имеется прекрасный музей. В принципе, он характеризует развитие нашей системы от практически его начала и до сегодняшних дней. И наши гости могли ознакомиться с выставочной экспозицией, посмотреть те исторические моменты, которые рассказывали о нашей системе. И вот именно вторая тюрьма, потому что все-таки она уже в этом году отметила свое 234-летие, могла наглядно об этом рассказать. И о становлении системы, и о сегодняшнем дне. Насколько я знаю, во Владимирском централе всем участникам этого мероприятия показались, в том числе и новые корпуса, новый корпус номер 5, если не ошибаюсь. Да, совсем уже закончилось строительство 5-го корпуса. Он попал в федеральную программу развития уголовно-исполнительной системы. Значит, корпус, он построен по всем стандартам, европейским стандартам, которые необходимы для отбывания наказания. В общей сложности 150 камер, современная система видеонаблюдения, современная система охраны. Значит, соблюдается норма жилой площади в данном корпусе. И тоже наши гости могли с этим наглядно ознакомиться. Что интересовало? Задавали ли какие-то вопросы? Что интересует общественников, которые принимали участие в этом мероприятии? Здесь представилась возможность самим наглядно ознакомиться с положением дел в исправительных учреждениях. Это значит пообщаться с людьми, которые непосредственно работают с осужденными, начиная от мастерского состава, производственного состава, психологов, социальных работников, начальников отрядов. Ну и побеседовать с осужденными, которые отбывают наказание и задать им интересующие вопросы. Одним словом, из первых уст своими глазами посмотреть на становление системы на ее сегодняшний день. Акция проходила 4-го, не открытых дверей, назовем так, проходили они 4-го и 5-го сентября. И во второй день для родственников осужденных, представителей общественности и СМИ было организовано посещение двух исправительных учреждений. Это в первый день. Это первый день. Да, это первый день. Спаса Ефимов монастырь и тюрьма номер 2. Второй день она была посвящена уже современным исправительным учреждениям. Это женская исправительная колония номер 1, расположенная в Головино, где отбывают наказание впервые осужденные женщины. И исправительная колония номер 3, в котором отбывают неоднократно судимые мужчины. А что там посмотрели общественники? Что увидели? Если мероприятия также проходили масштабно, второй день посещения начался, как я уже сказал, с женской исправительной колонии. Во-первых, была предоставлена уникальная возможность. Посетили дом матери и ребенка, Радуга, центр совместного проживания, где осужденные женщины постоянно находятся со своими детьми. Посмотрели производство исправительной колонии. Посетили училище, ознакомились с местами отбывания наказания, жилыми корпусами. Познакомились с отрядной системой, познакомились с оказанием осужденной психологической помощи, в каких условиях это происходит и как это происходит. В заключении мероприятия был проведен небольшой концерт силами самодеятельности осужденных. И как вы правильно заметили, параллельно с данным мероприятием также проходил день открытых дверей для родственников осужденных. И нашим гостям также предстоялась возможность пообщаться и с родственниками осужденными, которые прибыли на данное мероприятие. Если уж мы начали говорить об изменениях происходящих в учреждениях УФСИН, расскажите о достижениях и о планах поподробнее. Многие учреждения не стоят на месте, развиваются. И основная цель это конечно улучшение условий отбывания наказания. Потому что основные усилия Федеральной службы исполнения наказания направляют на улучшение условий. Что было сделано? Значит на федеральном уровне в рамках целевой программы развития УИС выделены немалые денежные средства на реконструкцию и строительные объекты. В том числе и в нашей области. По европейским стандартам, как было уже сказано, построен пятый корпус в Т-2. В конце прошлого года в колонии строгого режима номер 4, город Вязники, было введено в строй новое общежитие для осужденных на 160 мест. Установлена новая мебель, в нем предусмотрены бытовые комнаты, душевые кабины. Далее в сезон номер 3 построено завершено строительство нового здания на 245 мест. Это имеется ввиду Кольчугино. Да, это сезон номер 3, это в Кольчугино. Здесь находятся граждане, которых еще приговор суда не вступил в законную силу. Ну и соответственно условия, в которых они отбывают наказание, должны соответствовать себе предъявляемым требованиям. Конечно же в рамках закона. Это четырехэтажные здания, которые тоже уже строительство завершено. В новом корпусе в сезон 3 на одного человека приходится 7 квадратных метров, что также полностью соответствует предъявляемым требованиям. На сегодняшний день готовится к заселению новое здание общежития в колонии поселения номер 9. Это деревня Чуденова Вязниковского района. Оно рассчитано на 200 осужденных. Для обеспечения жизнедеятельности в исправительной колонии номер 4 построена и уже введена в эксплуатацию котельная, которая обеспечивает теплом не только Вязниковскую исправительную колонию, но и целый городской микрорайон. Вот как бы основные объекты, которые были в последнее время построены. И планируется в Покрове, это исправительная колония номер 2, ввод в эксплуатации зданий для проведения длительных свиданий. Это на перспективу. Главными участниками, гостями Дни открытых дверей были представители общественности, даже студенты, насколько я понимаю. И вот интересно бы хотелось бы узнать, а как вообще развиваются взаимоотношения уголовно-исплатительной системы и различных институтов гражданского общества? Расскажите вот об этом. Ну, мы плотно взаимодействуем с институтами гражданского общества. Прежде всего, хотелось бы рассказать и о общественном совете, который создан при УФСИН России по Владимирской области. Значит, основная цель – это оказание содействия, помощи Федеральной службы исполнения наказаний. Взгляд со стороны, значит, на нашу систему, ну, в том числе и в поддержании определенного порядка. Значит, представители общественности часто посещают исправительные учреждения и оказывают нам всяческую помощь. Если говорить про общественный совет, то он принимает участие практически во всех мероприятиях, которые у нас проводятся. Это и празднование Дня Великой Победы, Дня пожилого человека, спортивные мероприятия проводятся. Ну и их мнение о местах лишения свободы, о бытовом условии тоже для нас очень важно. И мы стараемся, ну, всячески реагировать на какие возникают пожелания, скажем так, или небольшие замечания. Ну, и их устранять в кратчайшие сроки. Но общественный совет, как бы, все равно основная функция, это, ну, оказание помощи нашей системе, что они, в принципе, и делают. Вот. Потом проведение лекций с осужденными. Тоже общественный совет нам оказывает серьезную в этом помощь. Вот. Проведение, как я уже сказал, различных мероприятий. Далее, помимо, значит, посещает у нас, посещает учреждение общественно-наблюдательная комиссия, значит, в рамках федерального закона. Ну, мы стараемся быть открытыми, быть открытыми для системы, для общества, чтобы формировалось правильное объективное мнение о местах лишения свободы. Александр Дмитриевич, а вот для чего нужны дни открытых дверей в специальных учреждениях? Вот насколько это действительно необходимо, как Вы считаете, и почему? Для чего они, эти акции? Когда граждане попадают в местах лишения свободы, это, конечно же, трагедия. Трагедия, прежде всего, для их семей, для их окружения, для их родных и близких. И они пытаются, ну, всякими, возможными способами больше узнать, в каких условиях находятся их родственники. И, соответственно, используют все для этого ресурсы. Информационные ресурсы, сеть интернет и так далее. Очень много, на мой взгляд, все-таки неправильной и необъективной информации об уголовной исполнительной системе. И даже поступают звонки, значит, ну, звонят, вот я возглавлял, значит, исправительную колонию, значит, спрашивают, как дела, когда можно приехать. Да, они общаются, значит, со своими родственниками, там, на длительных свиданиях, на краткосрочных свиданиях. Но пока они своими глазами не увидят истинное положение дел, я думаю, это самый правильный, самый объективный подход. Вот предоставление родственникам осужденных увидеть своими глазами, в каких условиях отбывает наказание, в каких условиях, значит, общежитие, значит, то место, допустим, спальное место, его рабочее место, значит, самая исправительная колония. И пока они это своими глазами не увидят, вот у них вот это правильное, на мой взгляд, и объективное мнение не сформируется. И после посещения тех или иных учреждений всегда идет обмен мнениями, что, как бы, понравилось, на что нам стоит обратить внимание и так далее. Это необходимо делать, потому что это самый, на мой взгляд, правильный вариант формирования объективного мнения родственников о местах лишения свободы. Алексей Владимирович, вот вы сейчас на новой фактической должности, вы заместитель начальника управления Федеральной службы судебной. Исполнение наказания по Владимирской области. До этого вы руководили, были директором ИК номер 3. Ну, не директором, а начальником. Начальником. Начальником, да, исправительной колонии номер 3. А до этого вы работали замполитом Мелеховской ИК номер 6. Вот скажите, насколько изменилась ваша работа сейчас в связи с этой должностью? Насколько больше забот? Насколько сложнее? И в каком вот сейчас, вот расскажите, вот о ваших наблюдениях. Сейчас уже с высоты новой должности. Ну, конечно же, система меняется. Она не стоит на месте, она движется вперед. И новые реалити времени, они дают о себе знать. Это, как я уже говорил, улучшение условий содержания осужденных. Значит, введение новых методов воспитательной работы с осужденными. Если говорить о должности заместителя начальника колонии в 6-м подразделении, то, конечно, круг обязанностей, он был намного меньше. Оно касалось только проведения воспитательной работы, значит, с осужденными, значит, кадровой политики и так далее в рамках учреждения. Ну, если сказать о должности начальника учреждения, то сразу можно умножить все примерно на 5 или на 6. Это и производственная деятельность, это и оперативно-режимная работа, это и охрана, это и, опять же, воспитательная работа и так далее. Но в должности заместителя начальника управления все можно умножить на 15, потому что у нас 15 исправительных учреждений в области. И, соответственно, уже то направление деятельности, за которое отвечаю я, это и воспитательная работа с личным составом, воспитательная работа с осужденными, социальная работа, психологическая, значит, работа, кадровая политика. Здесь уже идет масштаб области. Мы охватываем. Ну, конечно же, нагрузка во много раз стала больше. Но цель, опять же, это введение новых форм работы, новых форм воспитательной работы, что мы и делаем. Аксер Владимирович, а были ли уже какие-то указания у вас, как заместителя начальника УФСИН России Плодинской области, по работе, например, что-то вас зацепило, что-то вы решили уже изменить или вот какие-то поправки уже вносили? Что-то было такое? Да, я исхожу из того, что все новое, хорошо забыто и старое. Вот оно, в принципе, в работе, воспитательной работы, ну, надо внедрять новые формы что-то. Но хотя это все, на мой взгляд, если в истории немножко разобраться, покопаться, то, в принципе-то, изобретать велосипед не надо, все уже изобретено. Проведение каких-то мероприятий в местах лишения свободы с осужденными достаточно, не знаю, средства массовой информации включить телевизор. Пожалуйста, там, значит, были у нас и битвы хоров, и кто хочет стать там миллионером, и брейн-ринг, значит, различные спортивные мероприятия и так далее. Все-таки цель, если взять воспитательную работу с осужденными, мы преследуем самое главное, чтобы они вернулись готовыми членами нашего общества, чтобы они не совершили обратное преступление и не попали в местах лишения свободы, чтобы что-то у них в голове изменилось. Эта вот цель как раз воспитательной работы. С личным составом, который находится в подчинении, офицерским составом, младшим, рядовым, начальствующим составом, конечно же, здесь преследуем цель поднятия престижа, опять же, службы в органах уголовной исполнительной системы. Также мы для этого все делаем, чтобы наши сотрудники гордились той профессией, на которой они находятся. И, как говорится, с высоко поднятой головой выполняли возложенные государственным обязанности. Алексей Владимирович, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам сегодня в гости и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа на всю Владимирскую. В студии для вас работал Борис Пучков. Напомню, все новости, а также выпуски программы, включая и этот, вы можете посмотреть на официальном сайте trc33.ru. Увидимся на телеканале «Губерния-33». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова